Кассета третья В августе 1864 года в три или четыре часа по полудни я сидела на веранде нашего дома в Барбадосе и читала. Негритянка катала по саду на коляске мою маленькую дочь, которой было года полтора. Я не замечала вокруг ничего особенного и через несколько времени встала и хотела идти в комнаты. Тогда негритянка сказала мне, барыня, кто этот господин, что сейчас с вами разговаривал? Со мной никто не говорил, ответила я. Ах, как же, барыня, очень бледный высокий господин, он с вами говорил, и вы обошлись с ним неучтиво, ничего ему не ответили. Я повторила, что никого не было и даже рассердилась на эту женщину. Она упрашивала меня записать этот день, так как она уверена, что кого-то видела. Я так и сделала, а через несколько дней узнала о смерти моего брата в Табага. Странно то, что я его не заметила, а она, для него совсем чужая, видела. И по ее словам, он как будто старался обратить на себя мое внимание. Особо сообщивший, ниже приведенный рассказ, жена-смотритель на большой северной железной дороге живет в Ноттингеме. Несколько дней тому назад мы получили письмо с просьбой, чтобы я сообщил вам рассказ о смерти нашей милой маленькой дочери, случившейся 17 мая 1879 года. Прежде всего, я должен сказать, что событие сохранилось в моей душе так живо, как будто с тех пор прошло всего несколько дней. Было очень веселое утро, солнце светило так ярко, как я, кажется, никогда не видала. Моей дочери было 4 года 5 месяцев, она была очень хорошенькой девочкой. В начале 12-го она вбежала в кухню и сказала мне, мама, можешь мне идти играть? Да, ответила я. И она пошла. Немного спустя после того я пошла взять ведро воды из спальни. Когда я переходила двор, дитя прошло передо мной, как будто светлая тень. Я остановилась посмотреть на нее, повернула голову направо и увидела, что, как она исчезла. Я вылила воду из ведра и хотела воротиться назад, но меня позвал брат мужа, живший у нас, и сказал, Фанни, сейчас задавили. Я бросилась в комнату, выбежала на улицу и там нашла ее. Она подвернулась под лошадь булочник, удар копытом сбил ее с ног, и колесо телеги проломило ей череп около затылка. Через несколько минут она умерла на моих руках. Много лет тому назад командир 12-й роты одного из полков 3-й гвардейской пехотной дивизии, расположенной в Варшаве, капитан Шумилин, отправил на излечение в Варшавский У. Яздовский военный госпиталь одного из своих лучших унтер-офицеров, Антона Бархатова, заболевшего скоротечной щахоткою. Ротный командир навещал больного солдата довольно часто. К концу месяца состояние больного ухудшилось, и почти не оставалось сомнений в зловещем исходе. Однажды перед вечером капитан Шумилин ехал на извозчике с одним из офицеров, знавших лично Бархатова. Они ехали в гости, и оба были в хорошем настроении духа. Уже темнело. Когда они въехали в Уязовскую аллею, то увидели перед собой на темном фоне деревьев обрисовавшуюся отчетливо фигуру Бархатова. Она обозначалась настолько ясно, что они оба закричали в один голос «Бархатов, ты зачем здесь? Как твое здоровье?» Ответа на их вопросы не последовало, и фигура Бархатова, простоявшая на месте еще несколько секунд, медленно исчезла. Тогда только оба офицера поняли, что это было видение. Так как Уязовский госпиталь находится вблизи Уязовской аллеи, в котором они увидели тень Бархатова, то оба офицера решили немедленно заехать в госпиталь, где лежал больной, чтобы проведать его и узнать, не случилось ли с ним чего особенного. Едва они вошли в палату, где лежал Бархатов, как палатный служитель доложил им, что Бархатов скончался несколько минут тому назад, то есть именно тогда, когда Шумилин и его товарищи видели тень Бархатова. Бархатов перед смертью, по удостоверению находившегося при нем служителя, вспоминал своего ротного командира и высказывал желание его повидать. Более 35 лет тому назад, в Варшаве, во время самого разгара польского мятежа, сообщение в губерниях Привислинского края, где бродили вооруженные шайки мятежников, было сопряжено с большими опасностями. Поэтому для переезда из одного города в другой дожидались оказии, то есть передвижения отрядов войск, которым и присоединялись те лица, которым нужно было поехать в ту сторону. В то время на службу в губернии царства польского призывали как офицеров на разные административные должности, так и лиц гражданских русского происхождения. В числе таковых находился молодой человек Константин Никитин, который был вызван на службу, кажется, в город Радум или Калиш в канцелярию губернатора. Никитин уроженец Калужской губернии, холостой молодой человек, приехал в Варшаву в сопровождении матери и сестры. Никитин, получивший образование в одном из кадетских корпусов и пошедший потом далее по гражданской службе, имел среди офицеров много знакомых. Некоторые его друзья жили в Александровской цитадели, крепость под Варшавой. Из Варшавы Никитин должен был ехать с Аказией в Радум, а провожавшие его до Варшавы мать и сестра собирались вернуться из Варшавы домой. До Аказии оставалось три или четыре дня, стояла теплая, прекрасная погода, был праздничный день. Никитин поехал в Александровскую цитадель, чтобы навестить друзей, а мать и сестра в большой компании отправились на прогулку за город Вилянова, чтобы осмотреть роскошный Виляновский дворец, принадлежавший графам Патутским, находящийся в восьми десяти верстах от Варшавы, в противоположной от Александровской цитадели стороне. Компания, осмотревшая Виляновский дворец, села в одной из беседок отдохнуть в тени и потребовала себе молока. Среди веселого и оживленного разговора все члены этой компании вдруг ясно и отчетливо услышали «Мама, Иоля, прощайте!» Все точно же узнали голос молодого Никитина. Мать и сестра его бросились из беседки к тому направлению, откуда раздавался голос. Каково же было их удивление, когда во всем Виляновском саду они не могли нигде найти следов своего милого кости. Обстоятельство это произвело на всех тяжелое впечатление. Все находились точно под гнетом ожидания чего-то неприятного. Понятно, что у всех веселое расположение духа исчезло, и вся компания поспешила скорее возвратиться домой. Некоторые заметили нарочно время, когда раздался голос Никитина. Было ровно семь с половиной часов вечера. В самом грустном настроении мать и сестра Никитина явились домой. Оказалось, что Костя еще не возвращался. Не вернулся он домой на следующее утро. Нечего и говорить о том, как тревожно провели ночь мать и сестра. Только на другой день, около полудня, несчастные узнали прискорбную действительность. Друзья Костя дали им знать, что гуляя с ним на валах Александровской цитадели, они около семи с половиной часов вечера присели отдохнуть на валу. Костя сказал им, что сойдет на минутку в крепостной ров. Не прошло и двух минут, как послышался его крик, «Мама и Оля, прощайте!» И затем раздался пистолетный выстрел. Они вскочили, подбежали корму, им представила следующая страшная картина. Костя лежал весь в крови с раздробленным черепом. Он выстрел из пистолета в рот и за момент до самоубийства произнес те прощальные слова, которые мать и сестра, а также и все лица, окружавшие их, отчетливо слышали именно в тот момент. А между тем их разделяло расстояние в 12-15 верст. «Февраля 20-го, 1899-го года я по делам поехал в Аграм, рассказывает доктор Гай. Приехав туда, я вечером отправился на Елачич плац. Уселся за один из столиков и спросил себе закусить. Молодой человек, очень представительный и красивый, подошел ко мне и отрекомендовался доктором Владимиром Марн. После первых приветствий он попросил позволения разделить мою компанию и усевшись сообщил. «Позвольте мне рассказать вам случай со мной, очень недавно происшедший, и не поддающийся никакому объяснению. Коллеги мои утверждают, что это галлюцинация, но меня это мнение нисколько и ни в чем не убеждает. Будущий еще студентом, я влюбился в чудную девушку. Хотя любовь моя была встречена взаимностью, но нам пришлось тем не менее в семь лет бороться с различного рода препятствиями. Наконец, наша неизменная любовь все преодолела, и 8 февраля 1897 года наш союз был благословлен церковью. Я прожил с этим ангелом два года в безоблачном счастье, и затем судьба безжалостно разлучила нас. Моя Амелька умерла 24 января нынешнего года. Она всегда была некрепкого сложания, и рождение ребенка стоило ей жизни. 8 февраля, в годовщину нашей свадьбы, я с отцом моим был на ее могиле и положил на нее венок. Вернулся я домой около половины восьмого, поужинал, как и всегда лег в постель в половине десятого, и точно же крепко заснул. Сколько я проспал, я не знаю, но проснулся я от очень неприятного ощущения, какая-то тяжесть давила мне ноги, поднимаясь ко мне все выше и выше. Я повернулся на другой бок, к стене, решив, что это начинался кошмар. Давление, однако, продолжалось и мешало мне спать. Я повернулся в комнате, желая узнать, в чем дело. И представьте себе, я увидел мою мельку, но не бледную, худую, жалкую, какая она была в последний месяц своей жизни, а цветущую, прекрасней, чем когда-либо. Она была в подвенечном платье, в котором ее и похоронили, и стояла в нескольких шагах от моей кровати. «Мне это кажется», — подумал я. Нет, фигура все стоит, ясная, отчетливая. Невыразимый ужас объял меня. Привидение, как бы желало успокоить меня, улыбнулось три раза, кивнуло своей головой, милой головкой, и подошла ко мне, наклонилась и поцеловала в лоб. Я совершенно ясно ощутил прикосновение холодных губ к моему лбу, и ледяной холод пронизал меня. Она отступилась, улыбаясь, подошла к двери комнаты, в которой спит моя мать с нашим ребенком, три раза перекрестила эту дверь и исчезла. Я был страшно потрясен, и поутру чувствовал необыкновенную слабость. Так как моя мать всегда затворяет дверь в своей комнате часа в три ночи, чтобы ребенку было теплее, и так как дверь была затворена, когда жена крестила ее, то из этого я заключаю, что видение было часу в четвертом утра. Вот буквально то, что со мной случилось. Что это не галлюцинация, я прекрасно знаю, потому что проснувшись, я нисколько не думал о жене, а просто только желал объяснить причину неприятного ощущения. И уже когда я повернулся, я внезапно увидел привидение. Тогда только ужас охватил меня. Я не могу не быть уверенным в реальности того, что я видел, и счастлив был какому-нибудь удовлетворительному объяснению, виденного мною. Во-первых, ответил я, позвольте взять с вас честное слово, что все рассказанное вами случилось именно так, как вы передаете. Потому что, хотя я уверен, что вы не позволите себе шутить памятью дорогого вам человека, но я желал бы иметь ваше слово как подтверждение этому случаю в глазах других. Доктор Марн очень охотно подал мне руку, подтвердив честным словом сообщенное им, и разрешил мне передать гласность этот случай. Госпожа Патьер из Парижа сообщает, что один из друзей ее отца пошел в монахи по следующему случаю. Раз ночью он увидел во сне свою умершую сестру, которая стояла, опершись рукой на буфет, и горько жаловалась за свою загробную судьбу. Сон этот нисколько не повлиял на брата, но проснувшись, он увидел на буфете ясный отпечаток женской руки, что и заставило его посвятить остаток своей жизни молитвам за сестру. Госпожа Мария Тило, доктор медицины из Сент-Имье в Швейцарии, сообщает в следующий случай. Один молодой русский офицер, подверженный вообще галлюцинациям, находясь однажды в большом обществе, пел и аккомпанировал себе на рояле. Вдруг он встал, сильно побледнев, и на вопросы окружающих отвечал, что видит на пороге необычайно красивую женщину, которая манит его к себе. Никто, кроме него, этой женщины не видал. Убедившись, что ее не слушают, она стала на колени и со слезами умоляла офицера последовать за ней. Он, наконец, решился и вместе со всеми присутствовавшими и последовал за ведением. Выведя всех ее из-за город, причем женщина неоднократно оборачивалась, чтобы посмотреть, идут ли за нею, она повела всю компанию по большой дороге, а затем минут через двадцать или тридцать свернула в сторону, подвела их к небольшой яме, со свежевырятой землей исчезла. Отметив камнями это место, офицер вернулся в город и, взяв с собой нескольких солдат, привел их к яме и велел рыть землю. Причем были найдены два свежих трупа молодого человека и той самой красавицы, которая и являлась к офицеру. При следствии было открыто, что трупы эти принадлежат новобрачным, которых в предыдущую ночь убило, ограбил ямщик. Он тотчас же был арестован и понес заслуженные наказания. В январской книжке поместил уманец свои воспоминания о недавно скончавшемся поэте Якове Полонском, с которым был очень дружен его отец. В 1874 году мы всей семьей ездили за границей и проездом через Петербург, конечно, виделись с Яковом Петровичем, который был уже в это время вторичный женат. А в 1875 году свиделись снова, но при очень грустных обстоятельствах. В апреле этого года скоропостижно скончался в Петербурге мой отец в бывшей гостинице Соболева у Синего моста, теперь гостиница Россия. За несколько часов до смерти отец мой провел целый вечер с Яковом Петровичем. И прощаясь, старые друзья не думали, конечно, что расстаются навсегда. Вернувшись домой, Яков Петрович немного спустя лег спать в совершенно спокойном расположении духа. Под утро он вдруг проснулся, словно от какого-то толчка, и увидел, как разгораживавший его рабочий кабинет над две половины тяжелая занавеска, за которой стояла кровать, тихо колыхнулось, будто одуновение ветра. И одновременно совершенно явственно услышал над самым ухом чей-то тихий голос, почти шепотом, медленно и протяжно проговоривший странную фразу «Тень руки шевелила за навеской твоей». В это самое время впереди взвякнул звонок, пришли из гостиницы, чтобы уведомить Якова Петровича о внезапной кончине моего отца. Об этом удивительном случае Яков Петрович никогда не отвергавший области сверхъестественной и не разлучившему неразрешимо загадочного много раз передавал мне потом во всех подробностях. Приложение Попытки к объяснению телепатии Явления телепатии были известны еще в глубочайшей древности, и попыток научного их объяснения существует бесчисленное множество, вот некоторые из них. Еще знаменитый Мессмер объяснял магнетизирующие действия пастов, взгляды и т.д. с течением из тела магнетизеров особого невесомого магнетического флюида, подчиняющегося механическим законам. Гмелен, Бердах, Депоте, Пасаванан искали ключи в явлении жизненного органического или животного магнетизма в существовании нервного флюида, нервного эфира и т.п. агентов. Кизер в присутствии в природе особой теллурической силы, отличной от всех других сил природы. Многие старинные магнетизеры не делали, по-видимому, никакого различия между магнетизированием на близких расстояниях посредством пастов, прикосновениям и прочее, и на далеких, чисто телепатическим путем. Знаменитый барон Рейхенбах учил о повсеместном распространении во Вселенной особой адической или оделической силы, находящейся в теснейшем соотношении с силами физического мира. От этой силы он и приписывал явление органического магнетизма. Перейдем теперь к новейшему времени. Смотря на нервную силу, как на особый вид физической энергии, говорит знаменитый Карпентер, не представляется невозможным допустить действие ее на расстоянии. Большое число опытов, произведенных с соблюдением величайших предосторожностей, было бы потребно для того, чтобы установить вероятность возможности подобного рода явлений. Но имеет ли право кто-либо из людей науки сказать, что они невозможны? Идея подобного же рода нервной силы проведена и в известной брошюре знаменитого Гартмана и во множестве других сочинений с родного характера со стеретисмусом. Перране прибегает к подобному термину ондуляционизм, известный английский психопатолог. Доктор Маделей говорит о мысленном эфире. Доктор Боретти из Ниццы утверждает, что из глаз, оконечности пальцев и прочее излучается особая нервная сила, могущая быть отражаемой зеркалами, сосредотачиваемой посредством линз и так далее. Сила эта, в которой он ищет ключ к явлениям месмеризма и передачи мыслей, представляет собой лишь особый вид движения того тончайшего вещества, которое физики называют эфиром. Известный изобретатель гипноскопа доктор Ахарович полагает, что передача мыслей совершается через посредство электричества. Исходным пунктом его гипотезы служит допущение, что нервная сила и электрическая энергия могут превращаться одна в другую. Весьма недавно знаменитый туринский антрополог профессор Чезаре Ламбразо примкнул к группе ученых, смотрящих на явления телепатии с чисто физической точки зрения. Некоторые современных ученых дошли даже до того, что начали видеть в нервном контагии нечто грубо вещественное. В попытках чисто физического объяснения и явления телепатии нет, конечно, ничего удивительного. И попытки эти весьма естественны и законны, хотя к ним и следует относиться с чрезмерной степенью осторожности. Такие глубокие знатоки предмета, как покойный Адман Герни и нынешний ученый-секретарь Лондонского психического общества доктор Мейсер Мейерс из всего своего глубокого знакомства с явлениями как экспериментальной так и самопроизвольной телепатии выносят такого рода заключения, что объяснить эти таинственные явления чисто физическими гипотезами вряд ли когда-либо представится возможность. И что гораздо вероятнее рассматривать их как явления по преимуществу характера духовного. С этой точки зрения на них смотрели уже и многие старинные авторы Пейсигюр, Делес, Доктор Юстинус, Кермер объясняли явлениями смирезма действием особой психической силы или воли магнетизера Аббат Фиар, Аббат Тесо, Доктор Тесне, Граф Ре влиянием духов и прочее. В этой последней крайней спиритуалистической школе примкнули впоследствии и Дюпоте с Делезом. В учении о телепатии следует, как известно, иметь ключ к уразумению особого класса ясновидения, так называемого телепатического или, как выражались старинные авторы, симпатического. Существует, однако, еще другая его форма, так называемая непосредственная, прямая или абсолютная, необъяснимая с точки зрения телепатической гипотезы. Тем не менее, как мы сейчас это покажем, первые формы возможно рассматривать, как простой, частный случай второй. Читателям, конечно, известно, что по взглядам современной науки наша духовная жизнь находится в какой-то теснейшей зависимости или связи с физическим состоянием нервной системы. Мало того, еще весьма недавно в психологии ясно преобладало стремление рассматривать ее, эту жизнь, как непосредственный результат физических изменений, происходящих в нервной системе. Другими словами, считать мысль лишь как особый вид физической энергии или движения вещества. Припомнил знаменитый афоризм Карла Фохта. Мысль выделяется мозгом, подобно тому, как желчь с печенью. Эта знаменитая по своей нелепости приваемость себя фраза находится в его физиологических письмах, появившихся ровно полвека тому назад. Что душевная деятельность находится в какой-то теснейшей зависимости с физическими изменениями, происходящими в нервной системе, это факт, не подлежащий сомнению. Так, например, воспринимая сознанием какое-нибудь чувственное впечатление, зрительное или слуховое, мы в сущности оперцепируем лишь физические изменения, происходящие в зрительном или слуховом аппарате. Яркой иллюстрацией этого положения служит так называемая галлюцинация чувств. Если зрительный, слуховой или иной какой-либо сенсориальный аппарат будет, например, происходящим в нем болезненным процессом, приведен в состояние раздражения, соответствующее тому, в котором он находится во время акта нормального чувственного восприятия, то мы по ассоциации заключаем, что раздражение аппарата вызвано каким-либо внешним фактором, световой или звуковой волной, и испытываем мнимые ощущения или галлюцинацию, то есть как бы видим свет или как бы слышим звук. Подобные же явления можем мы при подобных же условиях испытывать и в других сферах душевной деятельности, как, например, в области эмоций. Припомним теперь, что факты непосредственного ясновидения заставляют допустить существованию человека какой-то трансцендентной способности непосредственного, внечувственного познавания окружающего его физического мира и происходящих в нем изменений. Как мы сейчас заметим, получая впечатление из внешнего мира, мы в сущности оперцепируем лишь изменения, происходящие в нашей нервной системе. Но нервная система нашей и других лиц также представляет собой ничто иное, как крошечную часть физического мира. А отсюда следует, что каждый человек путем непосредственного ясновидения может познавать также изменения, происходящие в нервных системах других лиц. То есть, другими словами, может трансцендентным путем познавать их впечатления или мысли. Заметьте мимоходом, что раз мы станем на эту точку зрения, нам не предсталось уже затруднительным распространить понятие о телепатии на процессе так называемой бессознательной душевной деятельности – церебрации. Рассматривая гипотезы, проводим таким образом параллель между получением какого-либо впечатления обыкновенным физиологическим путем, получением его путем телепатическим и явлениями непосредственного ясновидения. Пользуясь случаем, укажем здесь на очень интересный опыт, опубликованный недавно известным французским психологом доктором Альфредом Бене. К совершенно нещупствительному затылку истерички прикладывается неизвестная ей медаль с весьма сложным рельефным на ней рисунком. Истеричка рисует довольно точно выгравированные на медали изображения, хотя и совершенно не чувствует ее прикосновения. Здоровые же субъекты, с которыми Бене проделал тот же самый опыт, бывали в состоянии нарисовать лишь контуры округлого диска медали. Не может ли этот эксперимент уяснить сущность так называемого перемещения ощущений в магнетическом сне? Спрашивает по этому поводу французский ученый. Без сомнения да, но как объяснить этой точке зрения такого рода случаи, когда ясновидящие узнавали прикладывающиеся к поверхности их тела совершенно гладкие рисунки, как например фотографии. Некоторые факты, однако, как будто бы говорят в пользу того предположения, что и в случаях подобного рода дело не обходится без вмешательства чисто физиологических факторов. Ибо как иначе объяснить например то обстоятельство, что ясновидящие, над которыми экспериментировала научная комиссия Минхенского психологического общества, даже и на фотографиях лучше различало крупные детали, чем мелкие, хотя, впрочем, опыты удавались одинаково хорошо и при свете, и в темноте. В заключение этой заметки обратим внимание на одно очень важное обстоятельство. как мы видели выше, понятие о телепатии можно значительно расширить, так как факты заставляют допустить, что телепатическим путем могут передаваться не только мысленные, на которых в данную минуту сосредоточено внимание индукторов, но также и процессы, так называемые бессознательной душевной деятельности, церебрации. Может, например, случиться, что индуктор будет совершенно не в состоянии припомнить почерк того или иного умершего своего родственника или знакомого. И тем не менее это позабытое зрительное впечатление – почерк сообщится телепатическим путем медиуму, и этот последний автоматически воспроизведет его, этот забытый почерк. Или же медиум сообщит какой-нибудь эпизод из земной жизни этого родственника или знакомого, о котором индуктор не сохранил ни малейшего воспоминания. Пояснение. Несколько замечательных случаев, допускающих подобного рода толкования, было наблюдено известным лондонским физиком профессором Лоджем на сеансах с американским трансфигурационным трансмедиумом Мистерис Пайпер. Она сообщила ему от имени его умершего много лет тому назад дяди такие подробности из юных лет его дяди жизни, точность которых удалось проверить лишь путем расспросов другого оставшегося в живых дяди. Сеансы имели место в Лондоне два года тому назад. Могут конечно возразить, что в случае этого рода допускают совершенно иное толкование. Можно предположить, что профессор Лодж действительно никогда и ни от кого не слышал о сообщенных ему эпизодах и что они эти эпизоды были сообщены медиуму телепатическим путем например каким-либо лицом знавшим о них и случайно в эту минуту о них подумавших другими словами что медиум как бы поймал телепатическим путем эти так сказать случайно бродившие в эту минуту мысли не следует однако же выпускать из виду что двух обстоятельств во-первых того что как показывают факты в опытах над телепатическим взаимодействием расстояние играет по-видимому известную роль покойный Герни пытался давать даже дать этому факту чисто психологическое объяснение не прибегая к допущению ослабления телепатического влияния с расстоянием во-вторых не следует забывать что в настоящее время ученые о так называемой бессознательной душевной деятельности церебрации вступают в совершенно новые фазы своего развития новейшие успехи опытной психологии показали как известно что существует целый обширный вид душевной деятельности церебрации протекающая по-видимому совершенно бессознательно но в действительности сопровождаемые сознанием являющие бессознательными лишь по отношению так сказать к нормальному обыкновенному сознанию так например цитированным в тексте опыте доктора Бины с медалью истеричка по-видимому совершенно не ощущала прикосновения этой медали с находившимся на ней рисунком в действительности же ощущение это имело место и протекало бессознательно лишь по отношению к ее нормальному обыкновенному сознанию лишь желающих познакомиться с современными взглядами опытной психологии на так называемую бессознательную душевную деятельность или серебрацию отсылаем к последним выпускам итак факты заставляют допустить следующее мы видим отсюда каким чрезмерным скептицизмом следует относиться ко всем этим якобы неопровержимым доказательствам проявления в этом мире влияния духов умерших факты заставляют допустить что между двумя или более лицами может остановиться помимо наружных органов чувств такого рода общения что всякту душевной деятельности церебрации одного из них именуемого индуктором как сознательные так и бессознательные будут отражаться в душевной сфере в мозгу другого перцептора или медиума подобного рода общения носит название телепатии телепатическая способность познавания может быть рассматриваемая как простой частный случай другой трансцендентной способности познавания способности так называемого прямого абсолютного или непосредственного ясновидения вот еще некоторые возможные телепатические гипотезы можно предположить что телепатические взаимодействия происходят непосредственно между высшими нервными центрами мозгами вовлеченных в рапорт лиц припосредством какого-либо физического агента можно предположить что в актах этого рода происходит непосредственное взаимодействие между духовными началами вовлеченных в телепатический рапорт лиц между предыдущими двумя крайними гипотезами возможной компромиссы можно предположить что в акте телепатического взаимодействия мы имеем дело с непосредственным действием духовного начала индуктора на высшие мозговые центры перцептора или же наоборот что в акте этом духовное начало перцептора воспринимаем каким-либо трансцендентным путем непосредственно ясновидение физические изменения происходящие в высших центрах индуктора во время акта мышления подобно тому например как в актах нормального чувственного восприятия начало это воспринимает изменения происходящие в собственных его перцептор центрах заметим мимоходом что при критической оценке гипотез этой последней третьей группы не следует упускать из виду того капитальнейшего коренного изменения прежних взглядов на сущность вещества которое происходит мало-помалу в современной науке взято из ребуса 93-й год номер 5-й 7-й значение телепатии автор прижизненных призраков сочинения не раз нами цитированного избегают объяснений телепатических фактов не делают вытекающих из них выводов важных для религии и философии ну и они не могли иногда умалчивать совершенно о религиозно-философском назначении телепатических явлений настолько оно очевидно прежде всего факты этого рода имеют непосредственное отношение к философии